Уважаемые коллеги, вы умеете слушать? Мы у вас в полкове говорим. Вы сперва слушайте депутатов, потом вы будете говорить. Илья Семенович, я хочу про стадион услышать. Пускай начали. Вот я скажу. Давайте я говорю. Я скажу вам и про стадион. Уважаемые коллеги, посмотрите, что происходит. Зарабатывать денег некому, а тратить толпа чиновников. И вот они сидят и доказывают, что им нужны деньги. Вы зарабатываете? Вы из полной коллектива? Садитесь, пожалуйста, на место. Садитесь на место. Так сейчас я вам скажу. Как раз я корректно и говорю. А вам рекомендую отдать долг в бюджет, который вы лично должны. Так вот, уважаемые коллеги, что касается спорта. Вот если вы поднимете бюджетная комиссия и то, что предлагает исполнительный комитет, в этих пунктах не разберетесь. Я говорил начальнику управления спорта, что давайте конкретно, чтобы народ видел и депутаты разбирались. Футбольные клубы, выступающие в чемпионате Республики Молдова, 350 тысяч лет. Я не понимаю. Я понимаю так. Команда, которая выступает в дивизии А, энное количество денег. Команда, которая выступает в дивизии Б, такое количество денег. Команда, выступающая в чемпионате Гагузи, такие деньги. Также я не могу понять спортивные клубы и секции финансирующих бюджетных денег, которые достигли высоких результатов. 400 тысяч лет. Как понять? Я не могу понять. И тут же внизу участие в мировых первенствах. А они, если не попадают, я не вижу шкала, которая будет их примировать. Поэтому я считаю, что для спорта нам надо еще 2 миллиона лей. Исполнительный комитет пусть об этом думает. Я говорю так, как оно есть. А что касается сейчас стадиона. Вот вам говорю, чтобы все понимали. Любой экономический агент или государственное учреждение делает объект, строит его. Изначально собирает первичные документы, делает окончательный работ и потом делает вот эксплуатацию. Когда делает вот эксплуатацию, на основании этого акта данное предприятие получает лицензирование. Какой вид деятельности оно будет занято? После того, как предприятие получает лицензии, набирает штат работников. Сейчас мы говорим о стадионе. Мы с коллегой Николай Рая говорили им, начальнику строительства, всем говорили. Подайте нам документы. Покажите, какой объект нам строит Турецкая республика. Да, мы говорим им спасибо. Но мы хотим знать, где наши разграничения. Кто строит? Получается, строится объект, а мы строим плитку перед этим. Получается, что строится стадион, а заборов нету, там рабица. Мы строим заборы перед стадионом. Вы скажите, как разобраться? Мы просим, нам ничего не дают. Так вот, что касается стадиона. Мы с вами, когда получим акт ввода эксплуатацию, и что это уже наша собственность, примем его на баланс, что нам мешает с вами, уважаемые коллеги, собраться, исполнительному комитету, принять штат работников и бюджет. Вот так должно быть. Сегодня объекта нет, и, как говорил председатель, мы должны выделить деньги. В бюджете точно все расписано, как говорил Александр Григорьевич Тарнавский. Двоякого положения нету. Поэтому я вас прошу, что касается стадиона, мы не против. Но если вы посмотрите, на весь спорт у нас есть 2 миллиона 250 тысяч, а на содержание стадиона 2 миллиона 200 тысяч. Если вы спросите всех спортсменов, нужен ли им этот стадион, они бы сказали, оставили тот бы, но дали бы нам 2 миллиона лей, было бы толка больше. Что касается стадиона. Я заблуждение не вожу. Сейчас вы скажете. У меня вот она тут. Вот она у меня тут. Это неправильно, Добро Швейцович. Здесь неправильно? Посмотрите. Если вы не понимаете, что вы не понимаете. Еще раз повторяю вам. Не мешайте, не мешайте. Я заканчиваю. Я заканчиваю. Уважаемые коллеги, знаете, почему это происходит? Потому что руководитель спорта – человек, который не спортсмен. Человек, который не понимает, что такое спорт. Но он хороший работник комсомольской партии. Вот он и сидит там, и этим и занимается. Только галдит. Спасибо.